Не прекращаются обстрелы на Донбассе. За минувшие сутки боевики открывали огонь 55 раз, били из запрещенных Минском минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Большинство обстрелов пришлось на Донецкое направление. Игорь Левинов, Левинок расскажет все подробности. С зениткой стрелял, с бэхой стрелял, с пулеметом, с утеса. И это только сегодня на рассвете. Морские пехотинцы на передовой под Мариуполем рассказывают, война продолжается как по графику. С наступлением сумерек со стороны врага начинаются выходы. На армейском сленге «обстрел», когда бойцы слышат выстрелы противника и сами берутся за оружие. И что только сюда не прилетало, морпехи собрали уже целую коллекцию смертоносного железа. Несмотря на мирные соглашения, оккупанты продолжают применять весь имеющийся арсенал. Поле вокруг уже перепахано снарядами. Морпехи хорошо окопались, но и земля не всегда спасают, когда вражеские осколки сыпятся прямо с неба. Противник часто применяет разрывные заряды. От вражеских обстрелов страдает и мирное население. Канонаду нередко слышно даже в Мариуполе. Это населенные пункты Водяны. В основном они работают по местным, что меня одновременно фиксировало на минулого неделю. Не соромлятся работать уже и за светлые передачи. Минометы были застосованы в 120. 82 были застосованы в близкой обедной поры. Кроме вооруженных провокаций, противник прибегает еще и к информационным. На днях боевики распространяли ложь, что украинским морпехам нечем воевать. Сектор М не перевозит боеприпасы. Голосом через рот говорим, что сектор М уже полтора года, как не существует, это по-перше. По-друге, командование нашей военно-численной полностью упоминает, что мы обеспечены материально и технично готовы дать отсечку окупану. Нет, у нас нормально. Но надо будет в ломке. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер.